Здравствуйте, мальчики и девочки! У нас сейчас уже третья часть ответов на вопросы. Мы, как всегда, будем ходить по району, не будем умничать, вернее, умничать будем, а вот свои умные физиономии показывать не будем. Что? Давайте, вперед! Один из очень-очень частых вопросов. А я вот резчик по дереву. В Австралии есть работа для меня? Господа, это не то, о чем вам нужно думать. Первое, о чем вам нужно думать, это виза. Вот поверьте мне, работа, есть она здесь или нет, это для вас сейчас вопрос, стоящий на десятом месте. Перед этим будет много других вопросов. А номер один это виза. Без визы у вас может быть здесь и работы полно, и вообще всего. Но вы сюда не попадете к этой работе. Мало того, имейте в виду, что есть вариант, что вы здесь будете переквалифицироваться. Да, я думаю, что работа есть здесь для всех, вообще для всех. Но все-таки, кто знает. Вот вы никогда не работали, например, дворником, были всю жизнь инженером. А здесь, может быть, вам дадут такую зарплату, и на такой вот, на природе где-нибудь, да убирать палочки, что вы просто вот бросите все, забудете о том, что вы инженер, и будете убирать улицы. И здесь это не зазорно. Поэтому есть вариант, что вы просто не будете работать по той работе, по той профессии. Мало того, если вы бизнесмен, и вы привыкли продавать плюшки где-нибудь, ну, в подземном переходе, например, то не факт, что здесь есть подземные переходы, и что здесь любят люди плюшки. Поэтому есть вариант, что вам придется здесь ковать какие-нибудь золотые цепи. Не знаю, для кого, для собак, для людей. Да, кстати, многие же приезжают, говорят, ой, а здесь нет немецкой выпечки. Вот австралийцы дураки. Она же такая вкусная. Вот мы сейчас откроем пекарню с немецкой выпечкой, и все к нам побегут толпой. Но люди не понимают одного. Раз ее здесь нет, значит, она не пользуется спросом. А не потому, что австралийцы дураки не знают про эту выпечку. Да, и не только в этом дело. Дело в том, что она, скорее всего, есть. И не скорее всего, она есть. Потому что в Австралии, как в Греции, уже сто раз говорил, есть все, и даже больше. Если вы это не видите, вы просто это не нашли. И все. Потом, по поводу работы, опять-таки. Мне вот говорят, а ты знаешь, мы сейчас приедем и будем устраиваться к нашим соотечественникам. Ведь им же хорошо взять своих, правильно? Чтобы поговорить с ними по-русски, пообщаться, может быть, обсудить политику. Так вот, вероятность того, что у вас возьмут ваши же соотечественники, крайне низкая. Она не низкая, она крайне низкая. Это мое мнение, потому что я бы в жизни не взял бы своего соотечественника, будь он даже трижды умный. Допустим, я открыл магазин по компьютерам, мне нужен какой-то человек, кто бы ремонтировал, и он должен работать. Он не должен рассуждать о политике, он не должен говорить, как он починил холодильник дома. Мне это неинтересно. Я его босс, мне нужно от него только одно. Паши, получай зарплату, и чтоб тебя не было видно. Все. Все вот эти за банкой чая, за палкой колбасы, разговоры, это все бред собачий, который здесь, в Австралии, никому не нужен вообще. Это от него устаешь. Мы от этого бреда уехали, покинули родину, скажем так. Поэтому здесь это опять насаждать, то, чего мы покинули, никому не надо. Мало того, русские ребята слишком умные, но они умные не там, где надо. Они всегда найдут повод не работать. Они умеют и знают, как правильно украсть. Допустим, те же железяки компьютерные. И это большой риск для меня, как работодателя. Поэтому вот вы можете... А, кстати, даже если вы тут на меня сейчас начнете какие-то обидки кидать, как говорят у нас пацаны, мне на это наплевать, потому что я с самого начала вам сказал, что мы будем говорить здесь обо всем прямым текстом. Вот я вам говорю прямым текстом. Имейте это в виду. По поводу английского языка. Ребята некоторые говорят так. Вот, допустим, у меня жена подала на визу, а я к ней иду прицепом. Потом выучу английский. Или сейчас он у меня слабый, а вот потом будет получше. Если вы приедете сюда без английского, вы тут получите шиш. Вы ничего не сможете сделать. Вы не сможете даже улететь в аэропорту. Например, доместик аэропорт, то бишь доместик, это тот, который внутри... Внутри Австралии. Да, внутри Австралии. То есть вам нужно с Сиднея в Брисбен пролететь, например. Вы идете в доместик аэропорт. Вот он пустой. Там нет людей. Там нет обслуживающего персонала. Ну, может быть, вы найдете его, конечно, где-то. Но там везде стоит автоматок. И даже там такой язык, что без словаря иногда не разберешься. Пару слов тебе как спросят, которые нормальные люди не знают. И он вам выдаст. Он вам взвесит багаж. Он вам выдаст все. Соответственно, не зная английского, вы ничего не делаете. Да, здесь есть люди, которые живут там по 35 лет. Я знаю, какие-то старые евреи, еще бежавшие из СССР. Они там колобродятся у себя в каких-то... Да, они всю жизнь живут в каких-то своих коммунах. В кварталах, да. И они там друг с другом только общаются. Они по-английски не знают ничего. Они ходят в свои магазины. Короче, занимаются фигней какой-то. Вот если вы хотите так жить, в норе своей, если вы к этому готовы, ну, не учите английский. Будете объясняться на пальцах. Хотя вот вчера мы были в госпитале, да? Делали рентген. Да. И там плакат висит. Причем он один мелким шрифтом большой довольно. А потом еще довесили второй. Потому что не хватило языков. Так вот там на всех языках написано, что если вы не говорите по-английски, мы вам бесплатно предоставим интерпретера, то бишь переводчика, на любой из вот этих языков. Да, просто ткните пальцем на ваш язык, и вам вызовут переводчика. Даже не говорите ничего. То есть здесь обслуживание, конечно, вот в таких местах, где от чего зависит жизнь, обслуживание очень хорошее. И о вас заботятся. Но опять-таки это не повод. Потому что русские же люди, они приезжают сюда с каким-то сопломбом, что мы не хотим. Вот я был каким-то там известным человеком, и здесь я хочу, и не хочу. Даунгрейта. Не хочу, чтобы у меня статус понижался. Ну, не хочешь, либо не переезжай, либо делай все, чтобы у тебя не понижалось. У меня, например, не понизился. У тебя понизился? Нет, абсолютно нет. Несмотря на то, что... Жизнь другая, жизнь просто. Люди, которые живут там, этого не понимают. Так вот, ты смотри сама. Они говорят, что мы там были нужны, мы были высокооплачиваемые специалисты, а сюда приехали мы никто. Мы там были кем? Мы были бизнесменами. Да. Мы были очень нужны. К нам ходили толпы. Нас очень высоко ценили и очень хорошо платили нам за это. И что, вот мы сюда приехали, нас здесь никто не знает. Ты считаешь это понижением статуса? Да, ну, это фигня. Это статус-то в голове. Я же говорю, это другая жизнь. И сюда надо приехать и понимать, что здесь все по-другому. И не нужны эти статусы, не нужны золотые часы. Вот, и все остальное. Поэтому здесь надо сильно думать. Сюда надо ехать тем, никто вот ищет какую-то копеечку и думает, вот тут вода чище в кране. Здесь надо ехать с каким-то более глубоким внутренним настроем, что вот я хочу вообще забыть, вот это закопать то, что было раньше, любой ценой. Да, вот. Вот, любой ценой. И впереди видеть не унылость, а видеть радость, видеть интерес. Да, трудно, но интересно. Вот, я когда на Кипр переезжал, еще до того, как мы с тобой познакомились, я жил в такой коморке вообще. Ну, я просто ходил, я кайфовал от всего. Вот и пальмы там. Да, там была деревня, там даже дорог нормальных не было. Вот такой дороги, как мы сейчас вам показываем, в нашей деревне, там не было в центре города. Чуть ли не на ишаках ездили. Однако это было радостно. Да, если бы я думал, что вот тут такой дороги нет, а у меня там была, я бы, наверное, помер там от тоски. И то было трудно. И даже пару раз были мысли о возврате, обратно. Но мне знакомый один говорил, даже не думай. Скрипи зубами, тяни. Вот тянули. Ты можешь себе сейчас представить себя в той же России, на Украине? Абсолютно нет. Я уже забыла, что это такое. И не знаю, какая там жизнь. И вообще, я не представляю, если я туда приеду, я просто встану посередине города, наверное, скажу, и что? И завоешь, наверное. Услышишь пару комплиментов от прохожих и хана. Отсюда напрашивается следующий вопрос, который мне задают. А любишь ли ты Родину? Ты любишь Родину? Да. Трудно сказать. Я люблю культуру. Я вообще, как бы, люблю культуру любых наций. Мне нравится, вот, как сказать, середина, что ли, вот. Вот, тот же Китай, у них своя культура есть, у Японии своя, там, гейш, еще что-то, да. На Украине и России тоже есть своя культура. Свои какие-то фильмы, вот, ну, не современные ни в коем случае, а вот типа комедии, гайдая. Там, литература тоже, еще что-то. Вот это я люблю, да. Ну, либо надо, вот, честно говоря, я свою Родину не люблю. Мне говорят, почему в тебе столько ненависти? Ну, какая же во мне ненависть? Я лапочка вообще. Вот, я, какая ненависть может быть? Я просто ее не люблю, это не мое, и все. И от того, что я критикую часто, это я высказываю свои же мысли. Ведь вы же сами говорите, что у вас сейчас свобода, что можно говорить все, что угодно. Вот я говорю, то, что у меня на уме, то у меня на языке. И не потому, что вы плохие, или мы хорошие, или наоборот, а потому, что просто оно мне не подходит. Не подходит по менталитету. Но многие здесь сидят, они облепливаются, вот у нас тут был клоун в деревне, он всю машину облепил себе российскими флагами, там, символикой. Да, ленточками всякими. И я вот думаю, а с какого хрена? Причем снаружи, прям флаг такой на джипе ездит тут. И я думаю, ну, вот что ты клоунадишь-то? Да, понятно, что ты любишь свою Родину. Ну, как ты вообще представляешь себе, да, вот ты живешь здесь, да, жрешь эту пищу, пользуешься этой медициной, все, но при этом готов глотку порвать за тех, от кого ты уехал сюда. А уехал как раз потому, что тебе не нравилось. Это лицемерие. Это лицемерие, это уродство, это клоунада, это непонятно что. Ну, будь доброй, что это такое? Это баночка. Вот представляете, первый мусор за все вот нашу, за весь наш поход. Вот, вот то хватит кривляться, господа. Вы уехали, вам не нравится там, вы живете здесь, не надо говорить, что вас послали в командировку, чтобы шпионить в тылу врага. Это все бред собачий. Говорите правду, это мой призыв. То же самое касается, о, о, какая злющая собачка-то. А, ну их двое. Вот, то же самое касается, что многие говорят, типа, я разделяю родину и государство, как бы, то есть люди и государство, это разные вещи. Но, так как у нас канал все-таки аполитичный, я это даже обсуждать не буду. Это ваши проблемы. это нас не касается уже никоему образом. И слава богу, никогда не будет касаться. Это так хорошо, жить без политики. Ну и плюс, у меня спрашивают про культурные мероприятия. У меня спрашивают, вот народ говорит, я вот живу в Питере. И у нас там музей направо, музей налево, там концерт, здесь еще что-то. У нас как с этим делом обстоит? Прекрасно все. Тоже постоянные концерты и балеты, и симфонические оркестры. Кто только сюда не приезжает. Здесь есть несколько больших концертных залов. Один прямо в центре, Брисбена. Один здесь поближе к нам есть огромный концертный комплекс. Потом, что еще? Музеи. Музеи у нас много. Один из них, самый основной тоже, который в центре Брисбена, они постоянно привозят разные выставки интересные. Чуть ли не каждый месяц выставки меняются. То есть туда интересы ходить очень. Но одно только плохо, то, что цены здесь довольно высокие на все на это. Но в то же время, если ты здесь работаешь и получаешь зарплату эту, то вход в музей там 20 баксов тебе не покажется сильно уж страшно. 15-20 долларов это нормальная цена для музея. А концерты, ну да, концерты подороже, там около 100 долларов билеты могут быть. Ну мы ходили на Пинг Флойд, мы отдали сколько? Ты не помнишь? По 200? Да, по 200 долларов мы отдали. То есть 400 долларов все вместе получилось. А, может даже по 220 мы отдали за билет на Рыло. То есть довольно дорого. Но еще один минус, то что в России, во-первых, культура близкая вам, здесь она немножко другая. Ну все-таки понятно, что концерт... Ну здесь мировые звезды все-таки приезжают. Да, здесь большие мировые звезды вы можете попасть, причем в небольших залах довольно. Хотя где как. И если уж вы хотите какой-то культурной жизни побольше, ну наверное в Сиднее, да? Ну в Сиднее, да, гораздо больше. Там тоже опера-хаус, с чего стоит там. Постоянно происходят мероприятия всякие. Но здесь жизнь немного другая. Она какая-то... Опять-таки другая. Вот мне говорят, она у вас бездушная. Она не бездушная, она, как бы сказать, она без вранья. То есть она настоящая. Это тоже подкупает. Потому что когда ты видишь, вот тебе человек говорит, что ты ему безразличен. Хотя здесь такого практически не бывает, но я так, образно. И ты знаешь, что это правда. Когда тебе там вот друзья, соседи, еще кто-то, те же российские мои, говорят, что ой, мы так тебя любим, туда-сюда. А на самом деле я-то вижу, что это неправда. Ну да, или за спиной начинают следние гадости распускать. Не только, они не помогают никак. Не помогают, да. Некоторые могут помочь. Да, исключения есть везде. Но общий порядок такой, что тебе просто врут. Вот я это не люблю. Это опять-таки та же самая клоунада. Но мы так привыкли. Наш менталитет такой, и мы этого не замечаем. А здесь, когда тебе четко говорят, заплати, получишь вот это, не заплатишь, этого не получишь. Ты как-то напрягаешься, и тебе кажется, что все это неправильно. Что еще мы можем обсудить на сегодня? Мы уже много наговорили. Я стараюсь быстро говорить, чтобы не растягивать ваше время. Жаловались мне, что здесь рано темнеет. Здесь вы должны понимать, что это субтропики, во всяком случае у нас. Здесь в Брисбене, а в Сиднее, да тоже. Это фактически... Ну тоже, да. Практически то же самое. Там на час разница всего. Фактически Египет получается. Да. И выходит, что если ты очень рано утром встаешь на работу, едешь еще там темно, а возвращаешься там часов в шесть, уже темно, но это зимой, летом-то темнеет. Ну тоже летом во сколько темнеет? В полвосьмого? В семь? Ну да. А темнеет очень быстро? Да, около... Да, где-то полвосьмого. Ну, тут же еще у многих, очень у многих, сдвинут график, то есть они приступают к работе часов в семь, в шесть утра. Соответственно, они заканчивают работу в три-четыре вечера. Да, ну пока доберешься до дому. Ну да, тоже живешь, да. Да, может быть, это и есть проблема какая-то, но опять-таки, все же в ваших руках. Ищите такую работу, чтобы была возле окна, на свежем воздухе и так далее. Не надо хвататься и паниковать, и кричать, что не могу. Все вы можете. Раз перебраться смогли в Австралию, то уж работу найти сможете. Ну что, все тогда на этой очень оптимистичной ноте, произнесенной унылым тоном. Ну, поверьте, что это все так. Хотя можете не верить. Мы, наверное, закончим, да? Да. Дальше. Все тогда, народ. Пока, до следующих встреч. А, вот, вспомнил. А вы не забыли подписаться на канал, а вы не забыли поставить лайк этому видео, а прокомментировать. Спрашивайте у меня. Спрашивайте, только не спрашивайте, как уехать. Как уехать, это к агенту к иммиграционному. А вот просто вопросы, пожалуйста. Единственное, что сейчас YouTube начал гнобить за ссылки в ответах. Поэтому, если вам нужно какие-то ссылки получить, там в описании вы увидите мой Facebook. Тоже ссылку только на мой Facebook. В описании это можно, в комментариях почему-то нельзя. Поэтому обращайтесь тогда в личку в Facebook. То же самое касается, если вы хотите сюда приехать и поговорить вживую, либо сходить там в лес куда-нибудь на природу с нами. Это тоже через Facebook. Просто пишите в личку и там уже как-нибудь договоримся. Ну, все. Все. На этот раз все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»!